У нас коммерческая организация, народ требует изменений в Конституцию, 5-10, выполнений социальных обязательств. Не может быть в коммерческой организации Конституции и не может быть народа. Вспомни Киргизию, помнишь, в парламенте представитель администрации президента Киргизии депутат задает вопрос, где наша Конституция, а ее нет, ее просто нет, и у нас ее нет, понимаешь, бумажка ничего не подтвержденная. Соответственно, в чем-то Конституция, которая в магазинах написана, возможно, это просто для нас. Это для нас. А на самом деле, когда они подписывали вот этот парламент? Кто-то серьезный сказал. Так же, тоже. Кто-то серьезный сказал. Помнишь, как, ребята, у нас есть... У нас есть, что структуру, замещающие государственные органы. Вот что у нас есть. Они называются так. Но они структуры, замещающие государственные органы. Вот и все. У нас в Каренбургской области в прошлом году и в Теребенской области дети массово болели. Чем-то похожим этими штабами коронавирусы. Под видами разными. У нас это зимой все переборели. У меня у дочки в школе все переборели. У нас по два-три раза завалено было. По два-три раза. По два-три раза. Все переболели. Это, в чем? На этом коронавирусом переболели. Все, переболели. И будем еще болеть. И что только нам тут не придумывать, понимаешь? Но у нас нет. Мы с тобой сейчас спросим. Всем вопрос зададим. Ребята, назовите кто из ваших близких. Вот в Приморском крае. Будем говорить за Приморский край, да? Кто знает, что его близкий заболел коронавирусом? Ну нет таких. Соответственно, нет такой эпидемии, которая могла бы быть. И никто не может останавливать граждан. Нет Конституции, понимаешь? Нет государственных органов власти. Нет государственных органов власти. Соответственно, законы. И законов-то нет. Есть какие-то определенные групповые решения с преследованием каких-то определенных целей. То есть убрать народ от управления страной в трудное для страны время. Вот сейчас это происходит. Понимаешь? И мы сегодня что должны сделать? Сейчас мы должны, мы в срочном порядке должны сконцентрироваться по общинам, по дружинам. Нам нужно просто выходить всем. Потому что нам в ближайшее время придется принимать серьезные мужские решения по защите своего отечества и будущего наших детей. Обязательно. Что происходит сейчас? Если мы сейчас не объединимся, если сейчас люди не потянутся друг к другу и не будут создавать общины, которые потом превратятся в народные дружины, боевые дружины. Заметь, время у нас военное. Очень военное время. Мы должны самые, наши главные задачи, какая коль? Не обязательно военные. Да, военные у нас время сейчас. У нас время военное. Надо просто объединиться народу и выбрать своих депутатов, выбрать свою власть, в конце концов. Ну, сейчас будет не в виду депутатов. Ты правильно говоришь? Надо использовать систему непосредственного самоуправления, местного самоуправления. Потому что все снизу. Структуры, конечно, они должны быть не хаотичные. Но для этого народ должен сначала проснуться, понять, что происходит, куда их ведут. Ну, понятие проснуться все говорят. Конечно, понятно, но мы не разбудим большую часть. Все тянуть будет активная часть, малочисленная активная часть. Почему я и говорю именно о военном времени? Потому что я точно знаю, что у нас будет мало. У нас будет мало. И сейчас главное, какая задача? Не дать кому-то спровоцировать нас в бойню с силовиками. Межнациональный рост, чтобы не распространяли. И мы, наоборот, должны посмотреть, у нас многие сегодня за объединение обратно, возврат к Советскому Союзу. Пусть он будет не в той форме. Люди хотят братских отношений. Нормальный человеческий жизни. Чтобы когда-то вы приезжали в Грузию, пили вино домашнее. На Украине наши братья живут, мы никогда не были. Я сам там был по молодости. Да я там выращался вообще. Все. И у меня бабушка украинка, понимаешь, а мы сегодня пришли к чему? У нас уничтожают так же, как и их. И уничтожители у нас одни и те же. Понимаешь, у них тоже элита, все свои капиталы держат за границей, и их дети тоже все за границей. Что сделала действующая власть? Вот лицо ее. В трудное для страны время, когда... Что сделали? Сколько там компаний? 300 компаний, которым игровые зоны, казиношные. У кого швейцарские паспорта, блин, и деньги в швейцарских банках. А они, оказывается, больше всех пострадавшие, чем народ. Что, соответственно, убирать надо эту, кто придумал все это. И говорят там, Мишустин, заместитель его. Да нет, ребят. Мишустин, без него так никто бы не пикал в правительстве. Никто бы ничего не сделал. А наша главная задача сегодня, это точно, чтобы не устроить кровопролитные дела. А поэтому, чем больше активность народа, тем больше выйдет народа. У нас в Росгвардии также наши ребята служат, наши дети там... А я же, смотри, выйти, за какие лозунги выйдут? Навальный там выводит свой народ. Не, 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 мы говорим не про то. Коммунисты, свой народ. Мы сейчас говорим... За что он выйдет народ? Мы сейчас говорим за то. Нужно сначала проснуться, определиться, понять, где мы, кто нами управляет. Но мы говорим что-то понять и выйти. Народ должен найти среди своих, тех, кто понимает, да? То есть местный уровень. Уже в прошлый раз говорили с тобой. Местное самоуправление, в селах надо проводить сходы. Надо определяться на предприятиях. Правильно сегодня мы слушали ролик? Один бизнесмен, молодец, он сказал, что простой народ не сможет организоваться. А бизнес, выживший из 90-х годов, у него есть люди, есть опыт активной работы. Он правильно сказал, что вот эти ребята как раз и смогут сегодня. Понимаешь? Понимаешь, что сегодня бизнес тоже уничтожает. Он и не нужен немало не стоит ни бизнес. И что бизнесмены тоже начинают терять. Понимает, что если мы родине своей, ничего не сделаем, мы отвернулись от нее, она отвернется от нас. И нет, они отвернулись. Ну, она просто взяла из мозги зашорили. Но мы с тобой за народ разговариваем, понимаешь? Мы сегодня ничего не делали. Мы пытались, мы пытались жить, зарабатывать, выживать. А нам надо сегодня, понимаешь, послужить матушке родине. И мы не будем тогда все будет хорошо. Нам надо принять все решения, чтобы из этого активного гражданского общества направить достойных представителей. И поддержать те силы в России, которые пойдут по национальному пути, по государственному пути. Попытают нас защитить, потому что у нас проблем много. У нас кого только нету врагов. Делаем объединенные группы. Как, допустим, там у Груди нас сделали, по-моему. Они там вроде на телефоне, у них там 500, да? Приезжают эти ребята, кто пытается там отобраться в хоз. Они собираются все, защищают, посылают. И не отобрали? Я так понимаю, это не отобрали. Потому что собирается группу, большая группа мужского населения. И не дает им этого делать. А сидит там в Госдуме этот человек, да, который занимается рыдарскими захватами и отметает здание. Сидят же, к большому счету, сегодня народ что ждет от дома, если они принять социальный закон, они могут в течение нескольких лет принять штрафы и подвести статью, чтобы наштрафовали, как сегодня мужика на рыбалке. Он там сидит один, это не общественное место, он на речке сидит, он не в парке, нигде. Они ему писают штрафы, что-то 30 тысяч штрафов ему, грозит. Это приняли эти депутаты. Понимаешь, у нас не дома плохая. У нас пофамильно. Каждый должен нести ответственных. Каждый, понимаешь, конкретно, кто голосовал за это, в трудное для страны время. Они приняли решение профинансировать всех себя. А не пей. Почему на протяжении? Подожди, подожди. Они думают, что они спрячутся где-то за границей потом. Да, да, и это все. Будет нормальная власть. А как это сделать, чтобы вот эти все депутаты, которые голосовали против за антинародные законы, чтобы они нигде не смогли потом спрятаться, их дети тоже не смогли спрятаться? Хочу я скажу, такой вопрос, который показывать нельзя. Я считаю, что надо сделать. А куда еще угнеть? Они что творят по закону. По закону, да, правильно. Смотри, если сейчас народ не отреагирует вот на то, что с ним творят, как его загнали домой, решили работы. Если народ будет как овцы, сидеть молча, то их и дальше будут так тянуть-тянуть, потом им чипы в лупе. Все так и будет. Народ приучает и смотрит, а народ и приучается. Потом переведут всех на безнал, потому что скажут, что бумажные деньги, они коронавирусом распространяют. Переведут на безнал, а потом безнал будут отключать. Просто, чтобы ты плохо себя ведешь. Это уже, я думаю, я не знаю, кто еще этого не понимает. Дистанционное обучение и все остальное, блин, ну такой бред. Кровный бред. Надо возвращать учебники наши. Систему образования и так уничтожили, еще и перевели ее в интернет. Но для этого народ должен для начала понять, что он манипулирует. Что сначала создает проблем, а потом уже ограничивает свободу. Показали ролик. Сначала говорят, вот дай руку. Он ему жмет руку. Больно. Больно. А сейчас еще больней жмет, еще больней. Так вот, а потом чуть-чуть пустят, что сейчас не больно. Сейчас уже не так больно. Вот так и с нами. Закрутили на всю катушку дайки, а потом чуть-чуть отпустили. Народ прийти их снова, понимаешь? А с каждым разом процесс-то разложения он дальше, дальше и дальше. То есть, соответственно, народ становится, привыкает о том, что вроде как мы сегодня по разрешению ходим в туалет. Нашими напомним. И привыкает к этому, понимаешь, что не привыкает. Это знаешь, что мне напомнило? Там мне напомнило курс рубля. Как уровень жизни народа русского опускает. Хрясь подняли до 80-90. Ну, раз, подопустили чуть-чуть. На парижной структуру эти биржи все надо вообще все накинуть отсюда. Ладно, задача. Как Сталин делал, да? Курс доллара десятка копеек. Да все, иногда надо две пробки. Электричество, топливо, все, что у нас все есть. Снизить до минимума, понимаешь? И все заработает. С налогами решить вопрос. С налогами решить вопрос. И все. И налоги вообще все убрать. У нас есть налоги нужны. Государственная структура должна работать. Можно убрать, потому что можно... Зачем нефть нужны? Нужны, потому что нефть нужна. Да, если мы, допустим, каждый гражданин имеет право на нефть, на долю какой-то... Не надо, не надо, не надо. Отдайте на развитие государственного налоги пока убрать все. Оставить налоги только, если кто-то алкоголь продает. Вот им надо купить налоги. Да нет, это все, все, кто должен уйти в государственный сектор. Алкоголь всегда была государственной пророкативой. Да, это правильно. Это будет правильно. Во-первых, он регулирует и качество, и объемы. И можно понемногу снижать этот процент. Да, да, да. Продажем. И это все заработает. Люди сами все поднимут. У нас уже есть опытные специалисты на все. Сохранилось все. Вернется к нам, мы, академики, приедут и все остальное. Было нормальное устое работа. Они приедут на родину. Не все уехали, которые родину не любят. Есть те, которые переживают за нее. И еще есть возможность по возрасту передать нашей молодежи опыт. И это все, знаешь, очень быстро делается. Завтра объявят, что электричество такая-то, это все такая-то, налоги такие, банковские кредиты такие-то. Все. А то там они берут по 3%, понимаешь, а нам отдают по 25. Ну, вот это все решить, решить, понимаешь, и ничего не надо делать в этом вопросе. Не надо. Надо что сделать? Система государственного управления в чем у нас заключается? Стратегическая линия. Военные, заводы, секретные какие-то производства. Ради богу, прерогативы государства. А уж ботинки делать, это 10-то, а эти люди сами рынок прощупают все сделают. Мы можем строить свое жилье. За копейки, да. С нормальной ипотекой просили всех. Цемент свой, бетон, свой, железо свое. А нас сегодня построили 100 домов и один стадион для них. Крятушки построили, а кто у них потом жить будет? Построили, нет, без учета блин, лесной полосы. Впритык, все впритык, впритык даже машины поставить негде, понимаешь, это вот чисто барыжная тема. Хотя все здесь правители наши, в том числе Приморственном крае, они практически-то все выросли, все здесь. Они выросли, родились здесь и гадят, они гадят здесь, понимаешь. Они все свое показали, уничтожая свой край. Когда нет нудесской площадки, нет, ничего нет. Кто они такие? Они конченые барыги, понимаешь, с продажной душонкой. Сейчас все начинают смотреть опять в сторону социализма во всем мире. Там хоть какое-то равноправие было. Единственное, у нас в СССР ведет, где-то есть, на ЦК, где пушка зажрала. Они просто опошлили. То, что делал Сталина, они опошлили, мы говорили с тобой. Они просто их все опошлили. Они специально подорвались в моментах. Но там не все просто так, видишь. Хрущево же не просто так там поставили. Понятно, что это вражина поставленная. Они все были поставлены. Это троскисты. И сейчас троскисты. Спичку кинь и пойдет.